Итак, всем привет, с вами Дубка, продолжаем играть в Виктория 3 за США с Монархией, и я думаю, это будет уже последняя серия, здесь уже нам кончаются какие-то вещи, которые мы хотели бы сделать. Я тут вне серии немножко экономику нашу преобразовал, чуть-чуть здесь поменял вещи, ну, в сооружениях у нас теперь немного другие приоритеты на рынке, но сейчас мы этим будем заниматься, и будем заодно думать, что мы еще хотим сделать напоследок. Так, что ж, я думаю, наверное, захватить Южную Америку было бы приятно, хотя он успел с Канадой, но она все еще не объединена, у нас здесь три страны, вместо одной, типа, три раза это делать впадлу, улучшать отношения с Британией, я думаю, уже, ну, бессмысленно, как бы, да. Так что давайте просто докрасим на юге все, и думаю, на этом наша партия, в принципе, плюс-минус завершена, дальше играть я не сильно вижу много интереса. Поехали. Тем временем тут строительность сектора увеличиваем, я немного уже снял трепетельские аналоги, потому что они, скорее всего, душат наш уровень жизни. Вообще, в целом, вот этот артеритет, его столько много, но он настолько бесполезен, ну, нам некуда его закинуть просто-напросто. Так, конечно же, нам нужна теха, вот. Тут ЖД подстроим, где инфраструктура нет, а потом начнем уже нормальные ресурсы строить. То есть, в общем-то, да, рынок сразу баланс появился, здесь у нас тоже хороший плюс на балансе. Надо еще, наверное, построить строительность секторов, сразу видите, 20 миллионов поднялось, когда мы поменяли все техи. Ну, как бы, техи решают ВВП, конечно, ну, конечно, не без населения. Вот. Кстати говоря, мы тут закончили войну, но в игре сохранился бак оккупации Британии. Мы не в войне с Британией, но оно все еще оккупировано Британией. Что? Что это за дичь? Хороший вопрос, артеритов не будет. Я думаю, сделаем мы закон о бедняках, чтобы у нас в профсоюзу стали чуть подобрее. Все-таки стоит нам это сделать. И потом нам надо просто с ними принять бы налоги получше. Ну, и в теории, армия все-таки хочу профессионально сделать, но это уже как получится. Кстати говоря, тут еще инвестфонды открыли себе. Можем теперь публичной компании поставить, это даст там еще буста. А, здесь нам нужно поставить улучшенные удобрения, но тогда они все банкротятся. Конечно, мы этого делать не будем. В общем-то, мы пытаемся как-то сделать нормальную экономику, но нас все преследует то, что у нас законы все хреновые. И из-за этого развиваемся мы помедленнее. И закон о бедняках приняты, профсоюз должен быть чуть-чуть повеселее. Но все еще минус 3 на самом деле. Все еще, да, не ретикализируется, причем по жести. Блин, с ними так даже нормально. И не это, не сделать ничего. Их надо добавить в правительство. А ради этого, ну, типа как? Вот так сразу нелегитимное. Слушайте, колониальную эксплуатацию они не хотят. Никто не хочет ничего. Ладно, тогда, знаете что? Тогда мы делаем не так, а делаем вот так. Давим профсоюзы, давим интеллигентов. До конца, так сказать, идем. И да, пускай так и остается. Пускай у них будет, пускай хотя бы минимум власти. По-другому наверняка. Вот мы немножко уже экономически выбрались из нашей ситуации. У нас доход уже такой солидный, я бы сказал. ПТ уже начал солидно расти. Конечно, мы все еще отстаем, но хотя бы у нас темп вернулся. И что ж, давайте все это нарушим очередной войной. Пожалуй, в этот раз с Аргентиной, наверное, да? Давайте, да? Теперь сюда. Надеюсь только, что Британия не зайдет. Но какие шансы, что она не зайдет? О, Испания хочет зайти. Шансы того, что Испания, Британия не зайдет. Уже не ноль. В общем, не стопроцентов. Остапается. В общем, это то, что она не зайдет. Да, они обычно 0% здесь нет. Обычно все против всего заходило против нас. И давайте дальше Чили. Слушайте, таким темпом мы реально все успеем добаренеть. Если они просто будут задаваться, и Британии не будут заходить. Испания зашла. Все еще, кстати говоря, страх. То есть они все еще могут задаться. Давайте сюда какие-нибудь войска подотправляем. Ну, если вдруг все-таки начнется атака. У нас там вон марионетки тоже неплохо закидывают войска. Они все-таки, видите, как полезно, я бы сказал. Добавил еще цель войны на военной репарации. Что Испания, видите, добавила против меня цель войны. Значит, она просто так не выйдет, как только закончится война с Чили. Чили капнет. Испания продолжит эту битву. Так что давайте хотя бы так репарацию с них снимем. А, нет, не снимем. Чили отступается. Слушайте. Да, тут очень недалеко. Давайте сначала вот эти всякие еще страны. Потому что здесь много больше стран. Кто-то еще может зайти. Ну, давайте, ладно. Венесуэла теперь. Надо чуть-чуть добить вот эти страны. Что-то мы уже не добьем. Скорее всего. Не хочу странцы воевать за один микростейт. Ну, откуда-нибудь Венесуэлу, Кубу, Гаити. Вполне возможно. Здесь еще есть Испанские острова и Французские острова. Ну, уже ладно. Россия поддерживает Венесуэлу. Охуеть. А у нас с вами еще и отношения хорошие были. А, ну он намеренно атаконизм стал. Ну, это сейчас в конфликции. А, Дурнаст. Вроде не должно было быть. Теперь ухудшат отношения. Да-да. Рандомно заходит против себя в войну. Потом ухудшает отношения. Ладно, тогда мы всю армию... Просто выскринь будем, наверное, атаковать. Британия еще поддерживает. Охуеть. Давайте еще Австрия зайдет. Ну, а что, как бы, нет. Ну, я занимаюсь тем, чем я обычно не люблю заниматься. Настраивайте миллион казарм 5-го левела. Это менее эффективно, чем строите в 100-го. Но других выводов нет. Я бы сказал, битвы идут интересными образами. Здесь вот сначала они пропушили. Потом все искать отсюда убрали. Сюда перевели много. Сюда перевели много. Вроде больше нигде они ничего не переводили. Ну, да. И отсюда увели почему-то. И я отсюда теперь атакую. Правда, это из марионетки. Поэтому очень медленно атакую. Но все-таки. Хотя вот здесь вот, кстати говоря... Ну, это, видимо, марионетки. Хотя нет, атакую я. Сейчас еще здесь высадимся. Вот еще. Ну, короче, чем больше фронтов, тем лучше, конечно же, для нас. Потому что здесь везде нули. И мы атакуем по одной провинции с каждого фронта. Но нам самое главное Венициалу захватить. А больше? Что у нас тут за... Все, это только у Венициалу цель войны. Сможем замаринетить их. Все. Война закончится. И отсюда они тоже войска увели. А где их войска? А, вот они. Куда их войска идут? Да. Варп бывает непредсказуемы. Так что, да. Вот они вроде оказались... Были здесь. Потом... Ой, они уже ушли туда. Потом посередине Атлантики. Они решают поехать вот сюда. И, ну, для этого, конечно, надо сначала заехать в столицу России. И обратно поехать. Только так они не могут посередине пути сменить направление пути. В общем-то, как обычно, Ишка запутался в фронтах. Не то, чтобы я даже здесь пытался это сделать. Он просто сам взял и армию, непонятно, куда-то подправлял. Ну и Венесуэл мы захватили таким образом. Воеве против сразу, казалось бы, двух сильнейших. Наверное, на данный момент странно в этой моде. Хотя, в этой игре точнее. Хотя, наверное, Франция с Британией самые сильнейшие. Россия все-таки, наверное, после них идет здесь. А, ну и Брит... О, точнее, Венесуэл уже предлагает нам мир. И, ну да, мы согласимся, конечно. Слушайте, отлично. А, ну... Хорошая попытка Венесуэлла. Но, нет, мы не поведемся. Ну и давайте замаринетим уже вот эти кусочки, да. Парагвай, я думаю, нам никто не помешает замаринетить. Он просто окружен нашими войсками, нашими маринетками. Вот Сургвай могут быть еще какие-то приколы, но в целом не должно быть. И останется, наверное, еще вот эти два острова захватить себе Гаити, Кубу. Вообще, я тоже, опять-таки, из-за того, что они острова, сюда никто не может прислать войска сразу. А когда мы усаживаемся, там только местные гарнизоны могут оказывать сопротивление. Так что тоже проблем не должно быть, на самом деле. Британия решила поддержать. Так, а в Британии мы еще можем, знаете, что-то брать. Острова вот эти вот. Южно-Атлантические, это тоже оно. Давайте так и сделаем. Южно-Атлантические острова. Аргентине вернем, так сказать. Ну и давайте вон Бермудские острова тоже себе заберем. Вот так. Решаем Британию всех вообще точек влияния в Южно-Центральной Америке. В теории можно было бы еще Канаду, но Канаду, там опять-таки, там три страны. Ну, точнее, как территории, две страны. Это займет несколько десятилетий, захват всей Северной Америки. Но британцы не стесняются, просто, если говоря, видите, эти оккупации, почему-то все еще остаются после войн. Очень странно это выглядит все. Британцы не стесняются, сотку сюда отправили просто. Ну ладно, мы параллельно будем здесь что-то вот захватывать вот таким вот образом. А 150 сюда отправляют. Британцы не стесняются вообще о своих действиях, как вы можете заметить. Армия куда-то опять телепортировалась. А нет, здесь три фронта, господи, как это отвратительно выглядит. Ну, допустим, самое главное сейчас вот здесь вот закрасить, но так как это все из моря нет, а где-то это займет время некоторое, потому что там только по одной провинции. Но в один момент мы справимся. Ну и здесь давайте тоже будем с ними бегать в колонях. У Британии тут интересный казлбельный отмен на рабство в Аргентине. Бля, ну я... Я, конечно, был бы не против вообще. И знаете что? Я потом попробую с ними замириться, типа вот на это и на отмен на рабство. Если так будет быстрее, если нет, то ну... Что ж, нам нужно, кстати говоря, сразу начинать уже высадки вот сюда, я думаю. Там вряд ли... О, у нас адмирал умер. Вряд ли будут вражеские войска, и поэтому мы должны что-то там, что здесь захватить все без особых проблем, я думаю. Прогвай сдался, осталось с Британией разобраться. Давайте как-то аккуратнее здесь вот. Я не хочу лишний раз сражаться со всеми британцами здесь. Кстати говоря, наши марионетки сюда и ведут войска. Добавно. Нет, мы будем вот так вот выборочно воевать с ними. Опять тут к нам высаживаются мерзкие британцы. Но мы с ними здесь разберемся, конечно. Главное, чтобы они не успели сюда прийти. Где здесь войска? За 61 день, господи, ну должны это захватить. Я надеюсь. Все это отбить. Здесь не так много территорий. Если они это захватили за одну битву, давайте мы, пожалуйста, тоже захватим достаточно быстро все это. Да, такое произошло, отлично. И как там наши высадки? Здесь все отлично, там все отлично. Можно было в теории на самом деле не фаунд еще добавить в цели войны, да? Как бы, мы там недалеко до этого. Нам можно было не фаунд забрать, но все равно, как надо, не объединяться сами. А ведь там несколько марионетов как-то впадло. Доехали сюда наши марионетки, наши войска еще какие-то едут. И сейчас еще Африку тоже начинаем отбивать. И мы садились, мы хорошо и там, и там. Здесь мы красим, там мы красим. Британцы туда урывать какие-то пытаются привезти. Вряд ли успеют. Вот вообще от высадок здесь защищаться на вот этих территориях, ну невозможно, по-моему. Ты не можешь их предсказать, по факту, да? И ты тем более не можешь туда войска отправить. То есть ты можешь только попытаться флотом защитить, но гарнизонку будет оставить нигде не можешь. Это, конечно, абсолютный абсурд, но как есть. Ну и все. Просто вопрос времени, пока Британия сдастся. Мы тут настроили просто тонну пищевых заводов. У нас из-за этого соответствующие минусы появились. Мы их сейчас достроим потихоньку, да? Ну, очень. Не скоро. Построим кучу портов, потому что у нас с конвоями периодически проблемы появляются. И будем достраивать все сырье для наших консерв, так сказать. Мы догоняем. У нас была разница где-то в 100 тысяч. Хотя, блин, была в 100 тысяч, стала тоже в 100 тысяч где-то. Может, была чуть побольше 100 тысяч. Но по престижу мы, кстати говоря, чуть поднялись. Наверное, моряники наши тоже на это как-то повлияли. Ну и вот, браво американцы опять у проклятых британцев. Это вывивали новые американские земли. Теперь британцы полностью просто покинули Южную Америку, Центральную Америку. И лишь остались немножко в Северной Америке. Ну, тоже, я думаю, не слишком долго. Не знаю, посмотрим. Может, попробуем еще прямо в этой серии добить Канаду. А если нет, тогда уже, ну, оставим это на ваши фантазии. А профсоюзы... Блин, ну, пускай будут плюс отношения, а то они всегда бухтят. Да, всегда они бухтят. Подавление работает, но так умеренно, я бы сказал, не слишком сильно. И не дают нам дожить спокойно в наши годы, так сказать. Знать и вам Франция, знать и вам Россия за Уругвай. Да, да, те самые российские интересы в Уругвайе. Ну, совместно с французскими, конечно же. Не хватает еще только цинских интересов в Уругвайе. И было бы 10 из 10, я считаю. Но ничего, ничего. Я добавил сюда, кажется, Белли на французскую Гуяну и Вест-Индию как раз-таки, да? Вообще, если так получится, будет достаточно удобно. И мы реально почти полностью Южную Америку под нас, так сказать, подобьем. Но я не верю, насколько нам легко будет выиграть эту войну. В Вест-Индию я планирую полностью сдать, чтобы потом выисками моментально захватить. И с Гуяной, не знаю, пока что выглядит так, будто я смогу ее просто захватить, потому что они туда не отправляют войска. Как и в Уругвайе. Хотя нет, в Уругвайе что-то едет. Это русские войска, и я их не сильно здесь боюсь, потому что я их смогу вот так вот задушить снабжением. И вот здесь вот в теории тоже. Посмотрим, как получится. Все-таки здесь все сдаем, потом контратакуем, здесь атакуем, здесь тоже атакуем, здесь пробуем пробиться везде. И пошла война. Слушайте, ну вот здесь вот у нас ситуация, конечно, не очень, но здесь намного лучше. Здесь тоже хорошая. Здесь со второго фронта мы без проблем вообще заходим. Я думаю, ситуация отличная. О, здесь вообще вот так вот получилось, они ушли, но, блин. Они, конечно, ушли, но по одной провинции мы захватываем, потому что это марионетка. Как это отвратительно всегда. Так, и здесь тоже нас захватят полностью. И все эти ребята, я надеюсь, сюда не успеют прийти. Бля, успевают. Ой, как здесь не хватает кнопки перебросить всех, сменить всем приказ. И все вот это вот. И вам нужно 20 тысяч генералов вот так вот перебрасывать. Какая прелесть. Хорошо, что мы ушли от микроконтроля второй части, да, парадоксы? А хотя, в принципе... В принципе... А мы-то можем их здесь и выбить, я так подумал. Давайте-ка еще с этой стороны и чисто парня на захват отправим. И отсюда будем сейчас пробиваться. Окей. Меня, в принципе, это устроит, да. Ругвай мы красим потихоньку. Даже здесь, видите, очень успешно. Но очень медленно, конечно. Здесь сейчас, смотрите, мы сейчас в дефе немножко контратакуем. Сейчас еще придут дополнительные войска и будем успешно пробиваться. Господи. Какая у них защита. Какая у нас отвратительная атака. Да. Ручной пулемет там уже есть. Скучно с ли... А, ну там плюс 30% и плюс 10% сверху. Да, конечно, так все намного лучше у них. Но... Наша контратака, в принципе, удается. Здесь мы все захватили. Это восстание, господи. Здесь, ну, как будто все нормально, но ни хрена не понятно, честно говоря. Но вроде, вроде мы в плюсе. Ну да, по счету минус 20 можно сказать, что... Мы в плюсе. Хотя здесь происходит просто, ну, что-то сумасшедшее. Опять-таки, 6 фронтов. Везде хер пойми кто. Наши войска тоже. Вот здесь вот сюда дошли, да? Окей, допустим. Но самое главное, что счет идет в плюс. И я еще выставку сюда заделал, чтобы еще какие-то крупицы Варсфора добивать, да? И станет получше. Потом перейдет уже война, станет у нас главный соперник Франция, потому что у них остался казус Белли. И Гуяна в стенде мы контролируем. Начнется тоже у нас хорошо все клепаться. Блядь, высадились в самую жопу. Эх. Ну, тут, конечно, никто не защищен от такого. Так что будем сейчас перебрасывать что-то. И перебрасывать что-то вот таким вот хитрым образом. Вот таким вот. Добавно, что у Ишки тоже этот баг случается, когда он делает высадку, и потом у него генерал идет нахуй. Благо, не только игроки с какими проблемами встречаются. Уруговая, да, капнул. Россия почему-то здесь стала главной, потому что она впервые зашла. Но, да, мы контролируем свои военные цели, так что должно нормально все быть. Теория. По практике посмотрим, но в теории все у нас должно быть отлично. Можно еще единственное дополнительно куда-нибудь попробовать повысаживаться. Типа, вот такие территории, если там вдруг нету нормального гарнизона, то мы ускорим чуть-чуть эту войну. А нам это, конечно, всегда выгодно. Настолько отвалилась бюрократия из-за того, что отвалилась бумага. Видимо, мы у французов покупали, господи, у нас с Францией вообще был договор, и с Россией был договор о торговле. Но Ишкам плевать, что у нас там, ну-ка. Ну да, что у нас вот такая вот торговля с этим, с Россией, ладно. Ну вот такая с Францией и договор. Блядь, за Уругвай и двор, как говорится, Франция стреляет в упор. Ну ладно. Зато мы забрали себе территорию, сделали чуть-чуть покрасивее территорию в Америке. И все. Мы смогли покорить последние 10 территорий от великих держав. Есть еще Нидерланды, есть еще кусочек Испании, там датская Вест-Индия. Но я бы сказал, вся Южная Америка наша, центральная тоже, в северной. Ну, появилась Канада, кстати говоря. Наконец-то. Но я бы сказал, что она тоже наша, здесь только еще нужны войны с Британией. Но я бы не сказал, что это уже интересно. Думаю, на этом можно и закончить нашу Америку. Получилось прикольно, законы проходили достаточно быстро. Я бы сказал, взглянули мы на другой вариант законов. Вариант этих законов мне не понравились. Мы отстаем по технологиям, мы по законам отстаем очень жестко. Мы не можем себе нормальные налоги поставить. Мы не можем себе здесь нормальные вещи поставить. У нас не самые эффективные институты, бюрократия. Армию мы не можем нормально принять по факту. В теории, если еще больше слушать профсоюзу, сможем. Но опять-таки, как бы, ну, не совсем не то. Вот, так что это однозначно неэффективно. Ну, было прикольно. Вся Америка, практически вся, будем честны, не вся наша. Вот, а с вами Ряд был Дабгай. Подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Заходите в мою группу дискорда, ссылочка есть в описании. И до скорых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok